Рука с сеткой для забора воды из внешнего источника. То есть с водоема, любая река, ручей, запудили, в лесу, где найдете. Такая автоцистерна, благодаря усиленной колесной базе, способна при помощи трактора свободно передвигаться по пересеченной местности и бездорожью и доставлять до трех с половиной тонн воды, то есть заправить две пожарные машины. Помимо этого, комплекс может выступать и как самостоятельная единица пожаротушения. Техника хорошая, маневренная, за счет широких колес борозду лучше держит, не выскакивает. Ну, конечно, помощница – это незаменимая вещь. В этом году это не первая партия спецтехники, поступившей в управление лесами Брянской области в рамках реализации национального проекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов». Около 60 навесного оборудования получили в этом году, и мы получили около 80 единиц именно лесохозяйственной и лесопожарной техники. В этом году по лесопожарной технике запланировано получение техники в размере 51 миллиона. Кассовое исполнение практически по лесохозяйственной технике выполнено на 100%. Оставшуюся технику лесопожарную мы получаем в июле месяце полностью. Хорошим подспорьем в работе огнеборцев станет и целая эскадрилья современных квадрокоптеров, которые поступят в районные лесничества. Один такой беспилотник способен мониторить ситуацию на площади до 4 квадратных километров. Так как квадрокоптер очень быстро можно запустить на любой поляне, и взлететь над деревьями, и посмотреть, в какой стороне само задымление, поэтому он очень необходим нашей службе, так как их теперь станет больше. Тем самым мы увеличим скорость реагирования и, соответственно, тушения пожара. По прогнозам синоптиков, наступившее лето будет аномально жарким, так что работы у лесопожарной службы, скорее всего, будет немало. И такой подарок пришелся как нельзя кстати. Дмитрий Кузнецов, Денис Пашков. События. Брянский район.